В Приоралии будут строить студенческие общежития и школы по модели ГЧП. Привлечение частного бизнеса в этот сектор – одна из приоритетных задач, озвученных в Третьей социальной инициативе главы государства. Механизм ее решения обсуждали участники республиканского семинара совещания в Казаларде. Где, как и когда появятся частные объекты образования в регионе, узнавала моя коллега Райхан Тажебаева. Школа номер два «Мурагир» – одна из лучших в Казалардинской области. Если раньше она занимала лидирующие позиции по уровню знаний учащихся, то в этом году побила рекорд, набрав самое большое количество первоклашек за всю историю образовательной системы региона. Из 624 первоклассников сформировали 21 класс. 16 с казахским, 5 с русским языком обучения. В среднем в каждой аудитории сегодня занимается до 30 малышей. Тогда как по СанПину их количество не должно превышать 24. По мнению специалистов, ежегодный рост количества первоклашек может спровоцировать дефицит мест в начальной школе. Один из способов избежать его – строительство новых школ, но уже с привлечением бизнеса. Есть риск возможности трехсменности. Поэтому мы хотим сейчас государственным частным партнерством за счет этого механизма решить наши проблемы. Потому что сейчас уже Министерство образования приняло политику городских, более густонаселенных, сельских местностях, где есть возможность развивать частные школы, уже необходимо этот механизм внедрять. У нас в Казардинской области есть две частные школы. Со следующего года будет выделяться государственный заказ. На госзаказ могут рассчитывать и владельцы студенческих общежитий. Последние региону нужны. Как минимум еще пять общежитий на полторы тысячи человек. Строительство двух в рамках государственно-частного партнерства уже начато. Одно общежитие у нас будет на 200 мест, второе общежитие на 400 мест. Сейчас в данный момент у нас прорабатывается с бизнесом подписание документов. Дальше, возможно, уже в следующем году у нас потихонечку, поэтапно будет уже сдаваться. Государство готово выделять средства на поддержание тех бизнесменов, которые будут вкладывать свои инвестиции в строительство таких общежитий. Весь механизм будет расписан в правилах. Частный партнер будет получать госзаказ. Он заключает договор с финансовым центром Министерства образования и науки, который выплачивает ему предусмотренные законодательством средства. То есть на каждое койко-место при новом строительстве он получает 122 МРП в год, при реконструкции и модернизации он получает 47 МРП в год. Выгодно всем считают специалисты. Государство, предприниматели, учреждения образования и студентам. Одни получат развитие бизнеса, другие – снижение дефицита мест и улучшенные социальные условия для своих студентов. Райхан Тажубаева, Канат Азибаев, Руслан Айкмамбетов, Казларда, Хабар-24.